Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. 150 тысяч человек без воды. Три района Барнаула сегодня в режиме повышенной готовности из-за крупной коммунальной аварии. Она просто хочет стать, как все трехлетние девочки. С краевой столицы срочно нужна помощь. По мировым стандартам региональные соревнования по гонкам дронов прошли на профессиональной трассе. Итак, жители трех районов Барнаула, а точнее 147 тысяч человек сегодня остались без воды. Под ограничение водоснабжения попали также более 80 образовательных учреждений и 35 медицинских, в том числе 10 больниц. Причина – крупная авария на водопроводе на Палском тракте. Над ее устранением сегодня работают сразу несколько коммунальных служб и к этому часу вода уже начала поступать в ряд медицинских учреждений. 18 улиц Барнаула и два городских поселка без воды. Отключение невиданного масштаба. Такого в краевой столице не было много лет. Сегодня днем одна из главных артерий Барнаула – Павловский тракт. В прямом смысле – поплыла. Из-за коммунального порыва дороги превратились в реки. По адресу Павловский тракт улица Новороссийская произошло повреждение задвижки диаметром 600 миллиметров. Был значительный выход воды из поврежденного участка. В настоящее время производится откачка воды из котлована, где произошло повреждение. Далее будут производиться необходимые ремонтные работы. Для устранения порыва в Барнауле отключили воду в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах. В зону отключения в общей сложности попало треть населения краевой столицы – 147 тысяч человек. Жители почти тысячи многоквартирных, больше 8 тысячи частных домов. Из-за аварии без воды остались и 35 медицинских организаций, в том числе 10 больниц. Правда, водоснабжение уже полностью восстановили в третьей поликлинике, восьмой горбольнице, втором роддоме, больнице скорой медпомощи. К двум больницам, третьей и пятой, организован подвоз воды. Изменен режим функционирования и работы школ, детских садиков. Работа этих объектов прекращена. Родители в оперативном порядке обзваниваются для того, чтобы они забрали своих детей и проконтролировали их движение домой. Вузы, библиотеки, кофейни города, попавшие в зону отключения, также корректируют свой график работы. В усиленном режиме работают сейчас аварийные бригады водоканала – ГОЧС и МЧС. В ликвидации порыва участвует три десятка человек и 15 единиц техники. По прогнозу Евгения Чайкина, к вечеру рабочие должны завершить устранение повреждения и приступить к заполнению системы водой. По поручению главы Барнаула Вячеслава Франко создан оперативный штаб. Ликвидация порыва находится на особом контроле администрации города, правительства края. Данил Кузнецов, Анастасия Дороган. День с толком. Главу Камнина-Аби могут досрочно лишить полномочий отправить в отставку. Прокуратура обязала Совет депутатов города рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Евгения Чернышева, который также является председателем местного представительного органа. Поводом для этого послужили выявленные несостыковки в декларациях 3НДФЛ. Чиновник неверно указал суммы, полученные за сдачу недвижимости в 2021 году, а в последующие два года доходы за аренду были завышены по неизвестным пока причинам. Также прокуратура заинтересовалась продажей автомобилей. По неуточненным данным, доход от реализации одного из них Чернышев не указал, а полученную сумму от продажи другого занизил. В свою очередь, каменские депутаты отметили, что документы с требованием досрочной отставки пока в Горсовет не поступали, а дата сессии, на которой должны решить судьбу Чернышева, еще не назначена. Против золотодобычи в Солонешном выступают блогеры. Джастас Уолкер, известный как веселый молочник, записал эмоциональное видео, в котором требуют остановить добычу золота в муниципалитете. Пришельцами известный блогер Джастас Уолкер называет золотодобытчиков. Этой осенью рядом с селом Солонешное начали работу старатели из новосибирской компании «Артель Солнечная». Джастас Уолкер живет в Солонешинском районе 8 лет. Развивает свою фирму и уезжать не собирается. Как патриот своего места он возмущен, почему добыча золота вообще происходит. Приехали к нам в район перерывать весь район, начиная там с села Медведково до самого Солонешное. Они перерывают все эти речки, просто разроют пополам район, просто перекопают все на свете. Ни трудоустройства для местных, ни какое там гадообразующее предприятие, никакой долгосрочный вклад. Известный как веселый молочник Джастас смеется и в этом ролике. Вот только смех нерадостный. Он боится, что золотодобытчики испортят условия жизни в районе, а природный туризм в таких условиях станет просто абсурдным. Добавим, что против этой деятельности выступает большинство населения Солонешинского района и руководство муниципалитета. Активисты и власти несколько лет бились за то, чтобы не допустить добычу золота в этом месте. Ранее, что их сдерживало, чтобы они не заходили, это наличие краснокнижных растений. Краснокнижные растения у нас, вид здесь распространенный, то есть это самый, это кандык сибирский и второй, это рябчик шахматный. Старателям удалось документально обойти эти ограничения. В результатах работы на реках люди уже ощущают. В речной воде жители видят маслянистые пятна. Животные обходят места золотодобычи, меняя пути миграции, что может сказаться на фауне района. Причем люди знают, чего опасаться. Добыча золота около села Топольная компания «Ануй», которую контролировали те же лица, что и артель солнечную, по словам жителей, обернулась настоящей экологической катастрофой. От ландшафта остались марсианские впадины и высошенные для формальности саженцы сосны быстро засохли. 11 тысяч рублей, которые получил тогда местный бюджет от золотодобытчиков, не хватило на дополнительную рекультивацию. В этот раз, по словам главы района, поступлений не будет вообще. Сейчас люди добиваются того, чтобы официально признать загрязнение воды в результате работы старателей. А Джастас Уолкер призывает неравнодушных подписать петицию против золотодобычи. Помогите нам остановить этот, я еще раз подчеркиваю, законный беспредел. Анастасия Дороган, День с толком. Штраф за дубинку должна будет заплатить жительница Барнаула. Дело об административном правонарушении возбудила алтайская таможня. Ее сотрудники обнаружили, а позже изъяли у женщины металлическую телескопическую дубинку в аэропорту Краевой столицы. Сувенир женщина привезла из Таиланда и не знала, что предмет является холодным оружием. Экспертиза подтвердила, что дубинка нелегальна из-за ударно-дробящего действия. Теперь за несоблюдение запретов и ограничений при перевозке правонарушительница ждет штраф до нескольких тысяч рублей. Она просто хочет стать, как все трехлетней девочке. Срочно нужна помощь, у нее ДЦП и она нуждается в хирургическом вмешательстве. Операция – единственный шанс на то, чтобы малышка смогла ходить. Вот только необходимое лечение возможно за рубежом и за него требуются большие деньги – более двух миллионов рублей. С родными ребенка пообщалась моя коллега Мария Костылева. Сейчас Кире Дружининой 3,5 года. Она любит петь, учится играть на фортепиано, знает буквы и цифры. Но больше всего девочка хочет встать на ножки и сделать первые шаги. Правда, пока малышку останавливает сложный диагноз – детский церебральный паралич. Девочки родились недоношенные и в один год нам поставили Кире диагноз ДЦП. То есть интеллектуально она у нас развита, ходит на кружки, поет, читает, но ногами она не ходит совсем самостоятельно. У нее, естественно, занятия ежедневные, не только где-то на каких-то кружках, можно так это назвать, но и дома. В свои три с половиной у Киры весьма плотный график занятий. Четыре раза в неделю – ЛФК, тренировки, занятия плаванием, вокал. Дома – реабилитационная дорожка для ходьбы с поддержкой, занятия на мяче и другие физические нагрузки для развития. «Сама переставляй ручки на синюю. Раз. Вторую ручку. Два. И ножку. Раз. И два. И живот вперед, живот вперед. Тянем, тянем живот вперед. Вот какая умница. Еще, еще пенвененок машет. Скорей, скорей, живот вперед». Мама и папа занимаются с ребенком по очереди. Иногда, насколько это возможно, помогает сестра-близняшка Мирослава. Результат от регулярных тренировок у малютки есть. Девочка научилась сидеть без поддержки, самостоятельно. «Ну-ка, спинку, спинку держи. Спинку держи». Два раза в год семья проходит реабилитацию в различных медцентрах. На очередном из таких курсов в Москве помочь ребенку встать на ноги согласили специалисты из Греции. Со слов родителей, операцию по удлинению сухожилий под коленками у нас в стране не сделать. «Готов ее прооперировать. Эта операция гарантирует то, что она будет вставать самостоятельно. То есть сейчас, если мы ее посадим, она не встанет. У нас срок до марта, мы обговорили это с врачом. Во-первых, потому что Кира растет. И как бы ей сейчас это тот самый период времени, когда ей это нужно сделать в силу возраста, чтобы она сейчас начала вертикализироваться. Если это не сделать, могут организоваться подвывихи, вывихи и так далее». Операция назначена на первую половину марта. Но пока семье не удалось собрать нужную сумму. Само лечение плюс перелет обойдутся в 2,5 миллиона рублей. Из них собрано лишь 500 тысяч. Родители малышки просят всех неравнодушных поддержать их семью, чтобы исполнить заветную мечту девочки – ходить самостоятельно. Если и вы готовы помочь маленькой Кире, средства можно перечислять по номеру телефона мамы, которую вы видите сейчас на своих экранах. Любая сумма – вклад в счастливое будущее девочки. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. В Республике Алтай прошел образовательный форум «Медиасфера». На площадке для обмена опытом собрались представители печатных, электронных СМИ, ТВ, сотрудники пресс-служб и администраторы госпабликов. Такой интенсив организовали в регионе впервые. Подробности далее. Здесь журналисты радио, газеты, телевидение, сотрудники пресс-служб, пиарщики и исследователи медиарынка. На образовательный форум «Медиасфера» пригласили всех представителей СМИ Республики Алтай. Состоялся он в столице региона впервые и прошел под эгидой Союза журналистов России. У нас в нашем уставе написано, что мы должны постоянно повышать образовательный уровень журналистов. Мы вообще считаем, что журналисты, как и доктора, должны постоянно учиться. Потому что, когда бегаешь, собираешь материал, когда делаешь сюжеты на телевидении, иногда можно отстать от времени, отстать от того, как развивается профессия. А сейчас все очень быстро и стремительно развивается. Поэтому мы уже давно придумали образовательные форумы. От Москвы до Чукотки за семь лет в Союзе журналистов провели более 80 обучающих интенсивов для представителей масс-медиа. Этот форум для встречи и обмена опытом, для обучения как последним тенденциям в профессиональном поле, так и вещам, давно и успешно применяемым на федеральном уровне, о которых региональные коллеги часто не знают. Спикеры из столицы России были приглашены по инициативе вице-премьера Республики Алтай Александра Прокопьева. Это, на наш взгляд, действительно по-настоящему ценные знания, те знания, которые накоплены на практике. Я уверен, что каждый человек, который работает сегодня в отрасли журналистики, это действительно отрасль, масштабная отрасль, будут рады получить такие знания и новые инструменты, которые вы сможете применять на практике. В программе масса советов от экспертов из Москвы. Так секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова рассказала слушателям, как адаптировать журналистские тексты под формат соцсетей, сделать их доступными для масс и оставаться мобильными в постоянно меняющемся мире. Поговорили и о том, как важно развивать свой бренд и позиционировать себя как профессионала. Про личные бренды зацепило, прям сердечко, можно сказать, потому что у нас редко создают личные бренды. Ты увлечен на работе, тебе кажется, что то, что ты выпускаешь свой контент в эфир, твой сюжет вышел, ну, может быть, максимум ты его перепостил, а здесь, оказывается, можно действительно писать о проблеме, которые ты разбираешь. Ты не просто снял сюжет, ты можешь анонсировать его. Обсудили и специфику национального контента, а также правовые вопросы. Спикером по теме авторского права и использования фото и видео в сети выступил Денис Токарский. Среди участников форума как профессионалы со стажем, так и начинающие журналисты. Современные технологии и подача – темы, актуальные для каждого представителя медиа. Особенно у печатных СМИ, которые все глубже погружаются в пучины интернета. Как поддать материал? Вот об этом сегодня я прямо настолько как губка впитываю. И получила даже от первого выступающего, ведущего, очень много для себя полезного. Однако это действительно на самом деле творчество. И чтобы увеличить подписчиков и чтобы привлечь внимание к нашей газете, мы должны в любом случае продвигать свой контент именно в социальной сети. Сделать так, чтобы локальные новости не оставались в стороне, а органично вписывались в инфоповестку – задача, которая стоит перед региональными журналистами. Коллеги из Москвы представили местной прессе объективный обзор масс-медиа в регионе. Подсказали, как повысить качество и востребованность контента, сохранить авторский стиль и оставаться понятными и интересными для читателя и зрителя. И быть теми, кому доверяет аудитория. Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком. Взлеты, посадки, прохождение поворотов, подвесных колец и сложных конфигураций. Гонки на дронах, рейс, дрон прошли в Барнауле. Для этого специально оборудовали первую в регионе профессиональную трассу, соответствующую мировым стандартам. На старты заявились более 100 пилотов в возрасте от 9 до 25 лет. Подробнее в сюжете. Такой трассы с автоматической фиксацией времени пролета и подсветкой в крае еще не было. Она соответствует всем мировым стандартам. Самого лучшего пилота выбирали из 14 человек. Именно столько ребят из сотни желающих осталось после квалификации на симуляторах. Пилотам всегда интересно полетать. У нас, к сожалению, не так много мест, где можно пилотировать. Ну, вследствие того, что все спортзалы заняты, а на улице, сами видите, снег идет. Любую возможность полетать, пилоты воспринимаются как большим счастьем и большой возможностью пользуются этой. Самые маститые юные пилоты учатся управлять дронами в технопарке Кванториум. Они были изначально фаворитами соревнований. Мы учимся буквально всему, то есть как устроен коптер, все законы физики, по которым он летает, как его собрать, сломать, починить, как летать на нем правильно. Андрей уже не впервые участвует в соревнованиях по пилотированию дронов. И достижения его впечатляют. В этом году был победителем турнира по дронрейсингу в Новосибирске. В прошлом стал вторым на играх будущего. С педагогами мы придумали свою методику обучения, пилотирования, максимально быструю и эффективную. Ну, конечно, возраст имеет значение. Взрослому человеку, в принципе, можно за небольшое количество времени обучить, поставить, так как говорится, на крыло. Пожалуй, лишь студенты классического университета могли составить хоть какую-то конкуренцию ребятам из Кванториума. При ВУЗе уже три года действует проект по подготовке операторов беспилотных авиационных систем. Изначально обучали школьников, теперь и студентов. До этого мне вертолетами увлекался, а тут появились квадрокоптеры. Сама вот эта тематика, маленький размер, большая скорость, как сказать, засосала в эту сферу. Ильяс, хоть и не стал призером соревнований, оттачивать свои знания и навыки продолжит. Кто уверен, что в перспективе коптеры будут применяться повсеместно, и парень хочет быть частью этого будущего. Кстати, участники соревнований использовали дроны ВУПы, которые совершали взлеты и посадки, проходили повороты, подвесные кольца и другие сложные конфигурации. Но вообще эксперты оценили трассу как средней сложности. Можно ее назвать профессиональной, спортивной, но, тем не менее, здесь есть все основные базовые элементы для пилотирования. То есть на ней можно как преподавать, так и потом проводить соревнования. То есть мы можем поставить, оставить два кольца и отрабатывать пролет только через два кольца или только через рамки. Этими соревнованиями в Алтайском крае открыли Лигу дронов. Теперь старты будут проходить на регулярной основе. Сетку соревнований составят совместно с Минспорт региона. А по итогам года определяют рейтинг пилотов. Лучшие будут участвовать во всероссийских соревнованиях. Кстати, победители этих стартов сплошь ребята из Кванториума. Среди них и Андрей Артемов. Теперь в его копилке диплом за первое место в стартах рейс-дрон. Татьяна Голубева, День с толком. Международный праздник единоборств состоится в декабре в Алтайском крае. На нем будут представлены кикбоксинг, рукопашный бой, панкратион, бокс, разные виды карате и, конечно, дзюдо. Как раз к представителям последней федерации съездила наша съемочная группа. Подробнее о том, какой дзюдоист будет выступать на празднике единоборств, далее. В декабре в Барнауле состоится фестиваль спорта под названием «Алтай земля сильных. Битва чемпионов». На нем будет представлено семь видов единоборств. От федерации дзюдо на бой выйдет многократная чемпионка первенства России Хромойкина Дарья. Я к любым соревнованиям серьезно подхожу, потому что, может, какая-то темная лошадка есть. Поэтому ты всегда должен быть настроен на каждого соперника, вот к любой схватке, от первой до последней. Ну, эта спортсменка очень целеустремленная. Просто качество именно добиться хороших спортивных результатов, которые просто так к ней не приходят сами. Она очень трудолюбивая. Ну, скажем так, сложно сказать конкретно про стиль. Ну, свои определенные просто броски есть, условно говоря. Высокий рост броски там ногами, условно говоря. Сейчас Дарья тренируется с основным составом сборной страны под дзюдо. А уже 28 ноября отправится на Кубок России. И после этих соревнований ей предстоит биться на фестивале единоборств в Алтайском крае. Притом против нее выйдет многократная чемпионка Республики Беларусь Яна Мокрецкая. У нас коллегия судей, ослуживающая поединок. Будут все судьи, квалифицированные всей российской категории. Из них три человека с Алтайского края. И приглашен специально судья нейтральный из города Новосибирска. На фестивале единоборств помимо дзюдо будет кикбоксинг, рукопашный бой, панкратион, бокс и разные виды карате. Не даст заскучать и развлекательная программа. Так что праздник спорта должен получиться насыщенным. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все. Я напомню телефон редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok